Антон Емельянов, Сергей Савинов. Искусство взрывать. Книга первая. Взрыв первый. Голова первая. Что скажет красивая девушка, поднявшаяся из туманного озера? Правильно. Отдай мою голову. Из одного сна. Два месяца назад. Сегодня все могло бы закончиться. Я смотрел на скамью подсудимых, где сидел он, богатый больной ублюдок, который считает, что ему позволено все. Впрочем, может быть, не зря. Толстая судья зачитала длиннющий приговор, качая в такт этой усыпляющей речи всеми своими семью подбородками. Я вычленил из сказанного ею только два слова. Признать невиновным. Ублюдок с короткими рыжими волосами, отнявший у меня смысл жизни, улыбнулся. Ненавижу его. Впрочем, он дал мне ценный урок, позволил окончательно убедиться, что в этой жизни нельзя полагаться на правила. Я не делал этого раньше, не буду делать и впредь. Пять минут назад я стоял у огромного панорамного окна, из которого открывался вид на сосновый бор. Не мой дом и не мой вид. Если присмотреться, в стекле можно было разглядеть отражение. Почти 30 лет, торчащие во все стороны волосы, недельные щетины и синий плотный комбинезон с эмблемой зажигалки. Тоже все не мое. Так было надо. Ради дела. Взгляд опустился и скользнул вниз на сжатый в правом кулаке большой мясницкий топор. Тяжелый. Я недавно проверил, и им действительно можно было перерубить с одного удара кость средней толщины. Взгляд двинулся еще дальше. Примерно в трех метрах от окна в центре огромной спальни стояла кровать, а рядом с ней лежало тело с мокрыми от пота рыжими волосами. Он пока еще дышал. «Ненадолго. Я пришел, чтобы вернуть долг. И ради этого был готов пожертвовать остатками того немногого, что у меня осталось. Жизни и свободы. Когда ты ломаешь правила целого мира, цена не может быть слишком высокой. Хотя я бы не отказался еще пожить, когда все закончится. Но, видно, не судьба. Я уже почти сделал шаг, отходя от окна, когда на фоне заходящего красного солнца появилась черная тень. Минуту назад. Я умер. Хотелось выкинуть из головы последние мгновения жизни, но не получалось. А еще не получалось умереть. На самом деле я не знаю, как обычно происходит этот процесс. Но разве часто вылетевшие из трупов души замирают посреди облака тьмы? А она еще взяла и заговорила. Я заметила тебя. Я и не прятался. Ты хотел попасть в мой мир. А ты вообще кто такая? Это был странный диалог. Возможно, грубить тьме было не самой хорошей идеей, но у меня было оправдание. Мне кажется, у меня похмелье или галлюцинации. К счастью, тьме было плевать на мой тон. И, к несчастью, точно так же она игнорировала и вопросы. Хочешь быть моим драконом? Не люблю ящериц. Мои драконы не ящерицы. Это просто слово. Главное, что они однажды почти вернули миру покой. И, тем не менее, я откажусь. Новый раунд обмена фразами закончился неожиданно. Тьма удивила меня своим предложением. Я удивил ее в ответ. Видимо, не так много душ или кто я там сейчас отказывается от судьбы драконов. Вот только что такое дракон. По-моему, несмотря на красивое название, все равно не больше, чем пешка в чужих руках. А я всегда был сам по себе. Один раз решил довериться чужим правилам. И чем это закончилось? Больше я на такое идти не собирался, даже если ценой будет моя жизнь. Опять. Впрочем, тьма ведь говорила, что всего лишь поймала меня по пути в свой мир. Значит, могла и не поймать. Выходит, не все зависит от нее. Шанс еще есть. Пусть так. Моя собеседница как будто не собиралась настаивать. Или умела не спешить. Тогда я пойду. Я не знал точно куда, не знал, как это сделать, но все внутри меня кричало, что нужно бежать из этого места. Иди. Тьма не возражала. Нет, на самом деле она ждала момента, чтобы нанести мне удар. Только я сделаю тебе пару подарков. Не надо. Я снова попытался отказаться. Даже дети знают, что только в книжках бесплатные дары от таинственного голоса помогают ему самому, а не вам. Ты идешь в мой мир. Это моя цена за то, что я тебя пропущу. У тебя нет возможности сказать нет. А потом она произнесла то, от чего внутри меня все замерло. Первый подарок. Ты забудешь свою смерть. Ты жаждешь покоя. Что ж, я дам его тебе, насколько это возможно. Нет. Я не хотел отказываться от памяти даже такой, но неожиданно все исчезло. Я помнил, кем был, помнил, что умер. Даже помнил, что для этого была серьезная причина, но больше ничего. Второй подарок. Тьма неумолимо продолжала. Мой мир жесток. Такому, как ты, в нем не выжить, даже несмотря на твою искру и гига. Что? Я уцепился за незнакомое слово, но меня опять проигнорировали. Никому не пожелаю общаться с тьмой. Собеседник из нее так себе. Впрочем, пара из тех свиданий, на которые мне довелось сходить в прошлой жизни, были еще даже более неловкими. Поначалу я растерялся, удивившись, как так резко перешел к столь неожиданно пошлым мыслям, но потом понял. Тьма помогла мне забыть смерть, и теперь, не помня о том, что растоптало мою старую жизнь, я чувствовал себя легче. Впрочем, если она рассчитывает, что после этого я соглашусь на карьеру дракона, зря. Я все равно хочу лишь покоя, как... И поэтому... Тьма продолжила обрываемые мысли. Мой второй дар — это сны. Они помогут тебе узнать себя и узнать этот мир. Некоторые учителя, конечно, могут показаться тебе довольно специфическими, но имей в виду, они лучшие из лучших, и их методы работают. А третий подарок... Слова про сны меня никак не зацепили. Подумаешь, по крайней мере, звучало это совсем не опасно. Для третьего еще рано, только когда придет время. Тьма впервые прямо ответила на мой вопрос, и это пугало. Для начала поспи, а потом постарайся не умереть, мой принц. От последнего слова у меня по всему телу побежали мурашки, и это учитывая, что у меня его не было. Почему эта фраза меня так зацепила? В голову приходил только один ответ. Это было связано с моей смертью. Да, именно так меня называла та, с кого все началось. Я на мгновение все вспомнил и опять забыл. В этот момент тьма вокруг меня пошла волнами, а потом раступилась. Я снова был в обычном мире. Шел дождь, косые струи били по лицу, размазывали грязь, которой я был перепачкан с ног до головы. От кончиков сапог до легкого стального шлема на макушке. Я был реален, меч в моих руках был реален, но я понимал, что это сон. Потому что не бывает реальности, где нормальный мир ограничен светом подвешенного на дерево тусклого масляного фонаря. Похоже, это был тот самый сон подготовкой, который мне обещала тьма перед новым миром. И только я об этом подумал, как оказалось, что я не один. Рядом стоял незнакомый мне мужик. Лет под 50, квадратная голова и мягкое рыхлое тело. Он мог бы показаться многомудрым офисным работником, если бы не маленькие черные глаза. Они смотрели на все вокруг с такой злостью, что хотелось сбежать и спрятаться. И это во сне. Вот, значит, кого тьма посчитала лучшим учителем. Сожми меч покрепче, боярич. Незнакомец посмотрел на меня, а потом в его губах словно из воздуха появилась сигарета. Почему-то она и не думала мокнуть под дождем, как и сам курильщик, как я решил называть этого типа. Интересно, а он настоящее или просто творение этого места? Меч. Курильщик напомнил о своем приказе, и я снова посмотрел на толстый стальной клинок. Тяжелое основание, чуть легче на конце, чтобы удобнее было махать и колоть. Сам он был сделан из мягкой стали, чтобы не ломаться при ударе, а по краям была наварена острая кромка. Откуда-то я это знал. Хорошо. Кажется, ты все же решил стать не только гигом, но и воином. Теперь бей. До этого мы с тобой занимались теорией, но если ты не научишься втыкать сталь в живую плоть, то все это не имеет смысла. Кажется, я понял. На самом деле курильщик учил кого-то другого, но благодаря сну тьмы я смог присоединиться к этому уроку и опять услышал то странное слово «ИГИК». Что оно означает? Думаю, еще узнаю. Я посмотрел туда, куда указывал мой учитель. Там растянутая между деревьями висела свинья. Она была еще живая, беспрестанно визжала. И как только я умудрялся игнорировать эти звуки раньше... Чего застыл? Голос курильщика ударил по мне словно хлыст. Твои родители заплатили за твое обучение, и я вобью тебе в голову знание, как правильно убивать. Хочешь ты того или нет? Бей! Вместе с последним словом курильщик очутился у меня за спиной. Я даже не заметил, как быстро он это сделал. Изнутри от того тела, в котором я был, пришло восхищение и одинокая мысль. Вот каково быть настоящим ИГИГом. А потом что-то острое коснулось моей шеи. Можно ли умереть во сне? Не знаю, но я хочу жить. И вот такие моменты — это еще одна причина, почему я больше не хочу ввязываться в неприятности. Если тьма рассчитывала меня вдохновить, то зря. Пусть эти учителя со своими специфическими подходами занимаются с кем-то другим. Не оборачивайся. Бей! Каждое слово курильщика вонзалось мне в мозг. Нет! Я снова спорил. До этого с тьмой, теперь с этим маньяком. Вот только во сне мои слова, как оказалось, имели мало смысла. Я отказался, и в тот же миг тело, в котором я был, перехватило контроль. Медленно оно подошло к висящей туши, а потом попробовало пробить ее насквозь одним резким ударом. Я чувствовал, что это была попытка ударить сердце, оборвать мучения несчастного животного. Вместо нормального укола вышел какой-то кривой выпад, который лишь поцарапал живую мишень. «Ты не учел сопротивление жил и крепость ребер», — поправил меня курильщик. «Сильнее! Жестче!» Его слова словно задавали темп, которого нужно было придерживаться. Новый удар. На этот раз мое тело знало, чего ждать. Клинок пробил межреберную ткань, вонзился в сердце свиньи и оборвал ее мучения. Странный урок, и на этом он не закончился. Дождь шел еще долго, и все это время мы кололи свинью, превращая остатки ее плоти в бессмысленную кровавую массу. Я не мог ничего сделать, только смотрел, вынужденный находиться в этом потустороннем плену. Лучше, чем смерть, но ненамного. А потом над горизонтом начало подниматься солнце, дождь закончился, и я проснулся. Тьма улыбалась про себя. По-другому она не могла уже долгих две сотни лет. Новый человек, пришедший в ее мир, был необычным. Он спорил. Он сказал нет ее слуге, он сказал нет ей самой. У него был стержень, понимание того, каким должен быть мир вокруг него, и он был готов за него держаться. Увы, такие люди рано или поздно ломаются. Этот еще не успел, и она даст ему шанс. А вот воспользуется ли он им, дальше будет зависеть только от него. Сейчас. Я снова был жив, я чувствовал это, я чувствовал свое настоящее тело. Кажется, о чем-то подобном говорила тьма в самом начале. Я поднял руку, у меня снова были пальцы, я снова мог к ими шевелить, сам. И не было никакого чужого, вот только новые конечности оказались гораздо меньше, чем я привык. Тут я заметил впереди выбоину в асфальте и лужу, который подскочил и замер, разглядывая отразившего в ней детеныша. Я стал ребенком, мальчишкой, мне было лет десять, наверное, не больше. Крохотные руки и ноги, совсем как спички, тощие. Одежда потрепанная, но чувствовалось, что когда-то она стоила немало. Крепкая, при этом мягкая изнутри ткань, совсем не стесняла движения. Вот только сейчас она была в пыли, а весь воротник еще и пропитался чем-то мокрым. После сна с курильщиком я неожиданно легко узнал запах. Кровь и грязь. Значит, перед тем, как я занял это тело, оно лежало. Больше я ничего подумать не успел, когда неожиданно выяснилось, что я больше не один. В тихий переулок между двумя старыми четырехэтажными бараками зашли четверо подростков. Сначала я выдохнул от облегчения. Дети, это не опасно. Но потом стоило только присмотреться к чужакам получше, снова накатило волнение. Да, этим подросткам тоже было немного, лет по четырнадцать, но я-то и того младше. А недобрые взгляды, словно впивающиеся в меня, не оставляли сомнений, что эта встреча не случайна. Я огляделся по сторонам. Может быть, кто-то вмешается. Но нет, глухие деревянные стены барака, в которые окружали переулок, где началась моя новая жизнь, как бы намекали, что никому здесь нет до меня дела. Смирившись с тем, что неприятности не избежать, я уже внимательнее осмотрел приближающуюся ко мне банду. Мелкие, но злые. Они кутались в огромные мешковатые куртки по колено, шитые из множества лоскутов. Под ними почти не было видно тел. Разве что один из подростков выделялся накачанной фигурой, и у всех четверых были татуировки на правой части лица. Да, какие-то насекомые. Комар, гусеница, муравей. У качка, державшегося позади, лицо пока было скрыто в тени. Не разглядеть татуировку, но зато сразу понятно, кто в этой команде главный. А мы тебя искали. Один из стоящих напротив меня малолеток с татуировкой комара принялся разминать кулаки. Давно хотели набить морду кому-нибудь из аристократов. Ну вот печаль, даже за самыми бедными из вас стоит защита. Пацан зачем-то выделил это слово, а потом сплюнул. К счастью, нам подсказали, где найти тебя. Не знаю, что натворил твой папаша, что вас всех вырезали, но теперь без защиты титула и кнопки вызова и гигов ты просто мясо-пожарский. Или лучше теперь называть тебя Огнев по фамилии приютивших тебя родичей матери? Я вздрогнул. В прошлом мире Огнев тоже было моей фамилией. А потом я вздрогнул еще раз. Вспомнил слова тьмы о том, что мне потребуется помощь, чтобы выжить в этом мире. Она сказала об этом так серьезно, а потом засунула к курильщику. Начинаю подозревать, что этот разговор со сверстниками может закончиться не только мордобоем. Если в этом мире отрабатывают удары мечом на живых свиньях, то на что способны такие вот банды? И плевать, сколько им лет. А малолетние бандиты начали приближаться, и в этот момент, когда крепыш вышел из тени, я смог разглядеть последнюю татуировку. Что-то похожее на черного жука с шестью лапами. Комар, муравей, не дайте ему бежать. Главарь отдал первый приказ. Значит, татуировки связаны с прозвищами. У меня в голове родился план, как попробовать выбраться из этой ситуации. И пока названная парочка не бросилась на меня, я нагло уставился на качка. А ты что, жук-навозник? Когда ты взрослый в душе, обидеть подростка на самом деле так просто, даже если он бандит и, возможно, хочет тебя убить. Главарь на мгновение опешил. Даже его подручные замерли, не спеша нападать на меня и ожидая его реакции. Это скоробей. Его щеки побагровели. А я был вынужден согласиться. Действительно, на скоробе татуировка тоже походила. Но оскорбление могло заставить эту четверку завестись и совершить ошибку. Мне бы только проскочить мимо них. И сработало. Комар бросился на меня. Он поспешил, а я был готов и пригнулся. В итоге парень просто прилетел надо мной и врезался в прыгнувшего с другой стороны чуть запоздавшего муравья. Я не пострадал, а эти двое на время выпали из драки. Кажется, начало боя вышло за мной. Жаль, только скоробей продолжал стоять на месте, загораживая мне дорогу. Но один это не четыре. Мои шансы на побег резко выросли. Я подобрался, готовясь обмануть качка и проскочить мимо него на противоходе. И тут меня чуть не вырубило. Что-то накатило, словно распирая череп изнутри. Потом сделал свой ход с желудок, пытаясь показать, что я ел на завтрак в этом мире. Я едва не рухнул на асфальт от скрутившей тело судороги, а потом мое сознание провалилось куда-то вглубь нашего мира. Воздух распался на атомы. Затем я упал еще ниже и парил в бесконечной паутине электронов и чего-то еще. Я постарался зацепиться за новый образ, но тут меня дернуло назад. Я снова стал человеком, однако видел теперь по-другому. Паутинки из видения исчезли, остались только самые яркие их узлы и скопления, как звездное небо. Звезды! Обычный мир расцвел новыми сверкающими точками, которые были повсюду. На грязных фонарях, прикрученных к стенам бараков, в проводах, что словно змеи растекались под улицами города. На первый взгляд так похожего на тот, из которого я сюда попал. И даже на людях. Каждый из окружающих меня малолетних бандитов подсвечивался в паре мест, а еще одна яркая точка летела сверху. Я не мог видеть глазами, что это, но откуда-то знал, что это человек. Не мог сказать, как и почему, но знал. Пришлось снова прыгать в сторону. Вышло не очень изящно, я шлепнулся на пузо, но это точно вышло лучше, чем получить по башке от спрыгнувшего на меня откуда-то пятого члена банды. Только откуда? Ведь не с крыши же четвертого этажа. Ответа не было, а я попятился, стараясь разорвать дистанцию с этими психами, заодно пытаясь оценивать нового противника. Для начала он тоже был подростком в точно такой же балахонистой одежде, но при этом еще был огромен, точно раза в два больше моего нынешнего тела. А от его прыжка по асфальту побежали трещины. Но разве такое возможно? Вот ты познакомился и с носорогом. Скоробей, усмехаясь, представил мне еще одного своего подручного. И действительно, у того на щеке была татуировка, жук-носорог. А главарь тем временем продолжал, все тем же скучающим голосом. Вот только жаль, что он такой несдержанный, показал тебе свою искру. Теперь ты можешь раскрыть его личность и поделиться этим с ненужными людьми. Понимаешь ведь, что после такого мы не можем оставить тебя в живых? Я слушал этого подростка и понимал, что он говорит правду. Про все и про какие-то силы и про то, что теперь они меня убьют. Тима тоже оказалась права. В ножи его! Принял решение Скоробей и сам вытащил узкое блестящее лезвие откуда-то из рукава. Судя по тому, где он его хранил и как уверенно направил его мне прямо в глаза, пользоваться этой штукой ему доводилось. Я сделал шаг назад. С ножами или без, неважно. Моя стратегия оставалась той же самой. Спровоцировать, заставить врагов разделиться, а потом проскочить мимо них на открытое пространство. И моя уловка сработала уже второй раз. Глаза комара расширились, и он опять первым, не дожидаясь остальных, кинулся на меня. Вот только я тоже не все учел. По какой-то причине этот торопыга оказался раза в два быстрее, чем в первый раз. Вокруг него даже воздух расходился волнами. Секунда, и он был уже рядом. Вторая, его кулак полетел мне прямо в челюсть. Если бы я сам не провоцировал его на рывок, то он мог бы меня достать. А так я снова успел броситься на пузо, уходя в сторону. Кажется, это становится моим главным приемом. А еще я понял, что за звездочки видел последние пару минут. Когда кулак комара пролетал мимо моего лица, я смог детально разглядеть, что светились дешевые смарт-часы у него на запястье. Это было ненормально, невозможно для обычного человека. И значит, звездочки точно были проявления моих скрытых сил, о которых говорила тьма. Как похожа и скорость комара. Значит, мы оба те самые гиги. Получи, барсучина! Кажется, это было оскорбление, связанное с моим титулом Бурчука, или кем я там был раньше. Вслед за комаром до меня добежал муравей и сходу пнул меня ногой. Я только и успел, что прикрыться локтями и поджать колени повыше. Помогло не особо. Не такой уж и крупный парень отбросил меня метров на пять и, кажется, внутри что-то хрустнуло. Больно. А еще этот футболист был горячим. Когда его нога пинала, меня возникло ощущение, что по мне врезали раскаленной стальной болванкой. Еще один эгик. Если так пойдет и дальше, я точно сдохну, и на этот раз уже без шансов. Надо было что-то менять. Воспользовавшись паузой в схватке, пока все посмеивались над моим ошалевшим выражением лица, я попробовал потянуться к одной из звездочек. И ничего. В чем бы ни заключалась моя сила, на расстоянии она точно не работала. К счастью, мои противники были готовы пойти мне в этом навстречу. Скоробей подал еще один сигнал, и его подручные снова бросились на меня. И горячий парень муравей в первых рядах. На этот раз он попробовал не пнуть меня, а схватить. Стоило представить, что со мной будет в таких тисках, и меня бросило в жар. К счастью, он был не таким быстрым, как комар. Я увернулся от неуклюжих объятий и опять смог почувствовать звездочку. Даже несколько. Это снова оказались смарт-часы, а еще телефон и какое-то прямоугольное устройство, спрятанное во внутреннем кармане его балахона. Часы были ближе всего, и понимая, что больше уворачиваться у меня вряд ли получится, я всем сердцем, всей оказавшейся внутри меня новой силой, потянулся к их звездочке, а потом развернул ее. Время замедлилось, и в тот же миг я смог осознать и почувствовать еще один слой своей силы. Я мог управлять предметами. Включить, выключить? Нет, не это. Я мог менять их свойства. Вес, крепость, заряд батареи. Передо мной словно повисли десятки строчек самых разных параметров, и я чувствовал, что могу на какое-то время изменить каждый из них. Не на много, но если подойти с умом. Время снова ускорилось, и я отпрыгнул в сторону, чтобы меня не сумел достать ни один из членов банды, и особенно муравей с его пылающей кожей. Каждый остался при своем, за одним небольшим исключением. В последний момент, пока звездочка часов проносилась недалеко от моего лица, я внес в нее два изменения. Уменьшил емкость аккумулятора и в то же время добавил ему мощности. Сущая мелочь с одной стороны, но с другой. «Дерьмо, Кенгу!» Выругался муравей, когда смарт-часы у него на руке задымились, а потом взорвались. Во все стороны полетели искры и расплавленные капли. Пластик, горящий литий. Уверен, руке муравья сейчас досталось. Будет знать, как пытаться сжечь меня дотла. «Нечего было экономить на нормальных вещах, и нечего ругаться именами драконов!» Съязвил до этого молчавший парень с гусеницей на щеке. Кажется, когда его товарищу досталось по-настоящему, его это страшно развеселило. Странные они, эти бандиты. Впрочем, мне это на руку. Пока они не поняли, что случилось, я достану их всех. С каким-то безумным смехом я сплюнул накопившуюся во рту кровь, вдохнул полной грудью, а потом бросился вперед. Естественно, меня встретили парой хороших ударов, к счастью, без ножей. Я разозлил их, и подростки дали волю эмоциям, растягивая удовольствие. Комар оставил мне синяк под глазом. Гусеница чуть не выбил коленную чашечку. Обидно, теперь я стал гораздо медленнее. А муравей опять чуть не сломал пару ревер. Наверное, мне повезло, что я не добежал до носорога, когда удар с корабея отбросил меня назад. Но я улыбался. Досталось мне не слабо, но я, хоть и не коснулся ни одного противника, смог их зацепить, минимум по паре звездочек у каждого. «Что ты задумал?» Скоробей первым что-то понял. И в этот момент часы и телефоны у каждого из членов банды начали взрываться, награждая ожогами и заставляя отвлечься от меня. Вот он шанс. Приказав себе забыть про ноющую коленку, я снова вскочил и в который уже раз бросился к выходу из переулка. Комару, как самому опасному, я устроил больше всех взрывов, ему точно стало не до меня. Гусеницу из корабея я обижал, их возможности были не до конца понятны, и я не хотел рисковать. Для финального рывка я выбрал просвет между носорогом и муравьем, посчитав их самыми медленными и не прогадал. Они даже не дернулись, и вот между мной и выходом из переулка больше никого не осталось. «Стой!» Из-за спины донесся голос корабея. Не на того напал. «Стой!» Крикнул он, и неожиданно вокруг меня стали собираться тени. Сначала казалось, будто набежали тучи, но уже через пару секунд стало очевидно, что для такого простого объяснения их слишком много. Они залезали на меня, окутывая со всех сторон и затягивая обратно в переулок, словно мягкие плюшевые руки. Мягкие, но их было так много. Достаточно, чтобы перекрыть дорогу не такому уж и сильному десятилетнему пацану и окружить его со всех сторон. Серые тени слились в одну сплошную темную пелену, и последнее, что я успел увидеть, это напряженное, но довольная улыбка Скоробея. Значит, его рук дело. «И что это за мир такой?» Возмутился я про себя. «Мир, где в первой попавшейся уличной банде как минимум четверо из пяти обладают какими-то силами». Несмотря на то, что окутавшая меня тень не давала ничего увидеть, я был спокоен. Первый шок прошел, и я осознал, что хоть мои глаза и скрыты способностью Скоробея, но звездочки-то я до сих пор вижу. Вижу остатки на членах банды, пока все они стоят на месте. Вижу несколько движущихся объектов на большой улице, до которой я почти добрался. Если кто-то из них сделает хоть один шаг, сразу убегу. Решил я. «Но пока они считают, что поймали меня, можно и подыграть». «Значит, ты не просто бывший аристократ, но еще и гиг, который использует свои силы просто так». Неожиданно заговорил Скоробей, и впервые с начала нашего знакомства в его голосе не было пренебрежения. «А ты не забыл, что по договору всем, особенно аристократам, можно использовать силу и гигов только на службе корпораций. И я смотрел твое дело. После тех событий ты нигде не работаешь». «Вы тоже вряд ли где-то официально устроены», возразил я. «Мы? Банда?» Скоробей сказал это так, будто слово «банда» все объясняло. «И что дальше?» Я почувствовал, что страшно устал. «Мы оставим тебя в живых». Последние слова Скоробея меня удивили, и не только меня. Муравей и гусеница так сразу начали что-то ему шептать. Я не разобрал слова, только увидел, как звездочки этих двоих качнулись в сторону главаря. «Почему?» Мне бы сейчас просто уйти, но я не удержался. Хотелось понять, искренне говорит этот парень или просто делает красивый жест, уже зная, что не сможет до меня добраться. «Ты один из нас». Скоробей ответил и мне, и своим поручным. «Ты пока еще не понял этого, но ты точно скоро это осознаешь. То, что ты видел наши лица, не страшно. Мы не так уж и скрываем свои обычные личности. Мы же не на корпорации работаем, чтобы стараться разделить свои жизни. Тем более, что мы сегодня уезжаем в большой город. «Я и раньше бы не сдал вас. Раньше ты был просто обрубком той жизни, что мы все ненавидим. А сейчас я один из вас, я помню. Пока нет, но когда ты все поймешь и примешь решение, приходи ко мне. Я лично сделаю тебе татуировку и куплю маску, с которой ты начнешь новую жизнь, настоящую жизнь». Я не знал, что ответить, рассказывать, как в гробу я видел, что карьеру и гига, что члена банды. Наверное, это было бы лишним. Так что я промолчал, а потом Скоробей отозвал свои тени, наверное, чтобы я успел увидеть, как банда покидает переулок. В какой-то мере это было красиво. Носорог ухватил за пояс одного за другим всех своих товарищей, а потом по очереди закинул их на крышу правого барака. А следом запрыгнул туда и сам, мелькнула мысль. Хорошо, что я не дал ему себя задеть. Носорог на пару секунд задержался на крыше, буравя меня взглядом, но потом Скоробей снова позвал его, и он тоже ушел. Я еще несколько секунд стоял прямо, следя за удаляющимися звездочками, а когда они окончательно вышли за пределы моего внутреннего радара, позволил себе расслабиться и рухнуть на колени. Как-то разом навалилась боль от всех полученных ударов и треснувших ребер. Еще и рот снова оказался полон крови. Я выжил, но совершенно не знал, что делать дальше, куда идти, как привести себя в порядок. И именно в этот момент со стороны большой улицы показался крепкий дедок в кепке и с неожиданной для такого образа стильной тростью. Я думал, что как это случилось бы у нас на земле, он сейчас сделает вид, будто ничего не заметил и пройдет мимо. В мире, где есть и гиги, и обычному человеку всегда может прилететь, это было бы так логично. Но он, не говоря ни слова, сразу же бросился ко мне. «Сашка!» выдохнул он, падая рядом со мной на колени. «Кто же это так тебя? Держись, сейчас отнесу тебя домой!» «Сашка!» «Значит, здесь я, Сашка Огнев, а это не просто дед, а мой дед!» У меня на глазах почему-то выступили слезы. Это от того, что я все-таки буду жить или от чего-то еще? Дед куда-то звонил, а я, поверив в этого человека, позволил себе окончательно расслабиться и потерять сознание. heroin на униж Canadian судеб sometimes не ��цет и шлемент вернела на ушли на уровне с полn 得